Какие бывают высокие цели? Они с каждым разговаривают, потому что цели очень серьезно зависят от ситуации. Одни цели для других, то есть цели одного для другого не очень-то подходят. Поэтому, когда речь идет о личности, всегда лучше выстраивать личные цели, советоваться о личных целях. Потому что то, что советует один, оно иногда убивает другого. То, что пища для одного становится ядом для другого. Если к вам какой-то штандист подходит и говорит, так здорово рано утром 30 раз поднять 80-килограммовую штангу, так бодрит, то если эту цель поставить какому-то другому человеку, это, скорее всего, это утро будет для него последним, если он попробует эту штангу. Это некоторая, кстати, проблема, когда мы хотим помогать другим. Мы пытаемся, чтобы человек прыгнул на нашу ступеньку. А возможно, между нами пару пролетов. То есть это лестница некоторая. Жизнь — это лестница. И задача помощи — это помочь человеку сделать его следующий шаг. То есть помочь ему на следующую ступеньку перейти. А мы ему говорим, прыгай сюда. А по лестнице прыгать нехорошо. По лестнице бегать опасно. Поэтому обычно человек понимает, что это просто что-то не его. Хороший совет, но какой-то нереальный. Потому что я не перепрыгну эти два пролета. Вот если бы по ступеньке, я бы прошел. И вот иногда мы даем хороший совет, но вот он такой, через пролетный. То есть не перепрыгнешь только. Поэтому искусство взаимопомощи, искусство вот такого хорошего совета — это дать человеку такой совет, чтобы это было для него реальным следующим шагом. А мы рекламируем свое положение. Что твой первый этаж — это ерунда какая-то. Вот восьмой. Тут так все видно хорошо. Весь город видно. Поэтому давай, прыгай сюда. На восьмой этаж. А он не может прыгнуть. Ему надо сегодняшто на одну ступенечку вверх подняться. И сразу же станет легче. Поэтому тут нужно уметь давать правильный совет. Поэтому цели всегда связаны с моим очищением. Любая цель должна приводить к очищению. Никакая цель не имеет права приводить к осквернению, к загрязнению. Любая цель должна меня очищать. Это очень важный момент. Поэтому вот этим воспользуйтесь. Что означает не закладывать в отношения ничего материального. Сама по себе семья говорит о чем? О том, что я несчастлив. Потому что счастливые люди семьи не создают. Открою вам страшную тайну. Вы уже все мальчики, девочки, здравствуют. Счастливые люди живут в монастыре. И молятся, чтобы никогда в жизни не создать семью. Потому что и так хорошо. То есть вот те, кто уже реализован в семье, они знают. Мужчины хорошо отдельно. Женщины отдельно хорошо. Вообще так замечательно. Просто собрались одни мужчины так спокойно вообще. Как у тебя колеса в автомобиле? А поменял зимнюю на летнюю? Поменял. Молодец. А я нет. Так хорошо. Так спокойно. Такое счастье вообще. Женщины тоже собрались. Поплакали вместе. О чем? Непонятно вообще. Просто вместе. Каждый сын так хорошо вместе. Замечательно. Если, конечно, они воспитанные мужчины, женщины. Я имею ввиду воспитанных людей. Потому что они воспитаны всегда плохо. Но если они воспитаны, им хорошо. Но когда они вместе собираются. Мужчины и женщины. Все сразу напрягаются. То есть вот сидят мужчины, все нормально. Входит женщина, все тут же напрягаются. Женщина вошла. Но точно так же, когда мужчина входит, женщины сразу все. Они все волнуются. Как только вот мужчина и женщина вместе, сразу проблемы начинаются. Проблемы все время. Сразу все тяжело. Ничего не хватает. Денег нет. Места мало. Квартира не такая. Еда не такая. Одежда не такая. Дети родились не такие. Все не так. Соседи не такие. Родители не такие. Все не так. Все постоянно не так. Нужно каждый день, все время. Друг с другом что-то говорить, 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 говорить. Потому что все не так. Все не так. Все должно быть не так. А как все должно быть? Да мы не знаем, как, но не так. Заметили? Вся семейная жизнь, она об этом Мы не знаем, как должно быть, но точно не так Как у кого-то другого, как в кино где-то Но точно не так, как у нас, так жить нельзя И это до тех пор, пока они не понимают, что лучше сразу не учиться Поэтому раньше, когда семья создавалась, была очень хорошая традиция Мужчина и женщина жили в разных частях дома В разных комнатах В разных половинах Что они вроде бы поженились, но у них все равно осталось вот это вот Некоторое спокойствие свое Что я сам по себе в своей мужской атмосфере Она в своей женской атмосфере У мужчины там аккумулятор заряжается под кроватью И гаечный ключ отмокает в борще И сапоги сохнут на батареях Да, то есть это его мир Там женщина, у нее там все свое, туда больше не заходить Там все сложно Там очень сложный мир, многоуровневый И они счастливо жили, они называли, так сказать, друг друга очень аккуратно Чтобы даже, так сказать, близко не входили в эти какие-то взаимоотношения И как бы старались так вот прожить всю свою жизнь без конфликта Потому что само по себе вот это некоторое соединение мужского и женского Это некоторая проблема Поэтому, когда мы создаем семью, мы сразу должны понять Есть некоторая изначальная вот эта сложность Несчастливый мужчина с несчастливой женщиной А создают семью И они должны что-то теперь с этим делать Потому что он думает, что она принесет ему счастье А она думает, что он И потом они оба надеются, что может быть все-таки дети То есть первые 25 лет уходят на то, чтобы от этих надежд Как-то потихонечку с ними расправиться В результате они все равно приходят к тому, что все равно отдельно лучше И, в общем-то, так и есть Наши взаимоотношения должны быть очень грамотными Они должны быть на нужной дистанции Вот это умение выстраивать дистанцию Это главный секрет в семейных взаимоотношениях Мы сейчас вообще обо всем этом забыли Поэтому отношения слишком близкие Поэтому семья очень быстро заканчивается То есть если дистанция выстроена правильно Она далекая дистанция Чтобы семья была Но на серьезном таком расстоянии семья То вот этой дистанции хватает на 50 лет жизни Эта дистанция дает возможность быть вместе 50 лет Если дистанции сразу никакой Вообще ее нет Причем еще до свадьбы Уже нет никакой дистанции То семьи хватает на 3 года А то уже и меньше А то уже и год еле протягивают Потому что Вся вот эта надежда Она сразу же сгорает и все Вот это умение быть вместе Должно быть растянуто По времени А растянуть нужно только дистанции А мы дистанцию слишком близко сокращаем И сгораем в этих взаимоотношениях А мужчине и женщине Им хорошо на расстоянии Понимаете Как это Знаете фильмы о любви Они смотрят друг на друга Немножко издалека Он на нее Она на него Их глаза встретились И вот пока они на расстоянии Друг от друга Любовь вообще Любовь Деться некуда Все счастливые Все довольные Потому что расстояние А потом вот фильм заканчивается И говорят и жили они весело и счастливо И умерли в один день Да И прокуратура этим заинтересовалась Потому что просто так люди в один день не умирают Скорее всего что-то там плохое произошло Вот это целое искусство Как быть вместе Это искусство дистанции Поэтому дистанцию надо конечно же держать Поэтому если мы хотим получить счастье от семьи Вот это есть материальная цель И мы не получим Потому что у них его нету То есть как мы говорили Помните про кастрюльки То есть я пустая кастрюлька Она пустая кастрюлька Ковшики родились Нечего получить оттуда Все то что я прихожу на кухню Со своей пустой кастрюлькой Прошу наложите мне чего-нибудь Поесть А мне показывают Пустая кастрюлька Хочешь тебе воздуху положим Но никто не приходит С семейной жизнью С этим счастьем У кого нет вагончик счастья собой Все надеются что счастье От кого-то другого придет И потом все встретились После свадьбы Смотрят Медовый месяц Да только на месяц хватает иллюзию А нет ни у кого Все пустые У всех пустая кастрюлька Поэтому семья Это не место Откуда берется счастье Это место Куда счастье Приносится Поэтому если моя цель Найти счастье И принести ее в семью Вот эту цель Можно осуществить А если моя цель Из семьи Получить счастье Вот эту цель Никогда осуществить не получится Только одно разочарование Поэтому люди поживут Поживут вместе И думают Обманули Я так надеялся на счастье А его у них нет Надо искать другой источник счастья Вот в чем ловушка-то Семья это место Куда счастье Надо приносить Поэтому семью Очень красиво сравнивают С домашним камином Камин дрова не производит Да, камин дает тепло Да, он дает свет Но дрова надо приносить извне Поэтому что мы тут Часами делаем За дровами сюда пришли Да, то есть мы должны найти счастье И принести домой Бросить в этот камин Чтобы дом был тепло и светло А мы из семьи Пытаемся счастье получить Что вот мужчина и женщина Будут вместе У них родятся дети И это будет камином Это будет счастьем Не будет Не будет Потому что они пустые У них дров нет В нем ничего нет Он пустой И в ней ничего нет Она пустая Красивые, молодые Но пустые Поэтому какое-то время Можно еще иллюзию создавать А пока миндовый месяц А потом грусть Кто ты? А ты кто? Как мы вообще вместе оказались? Мы же пустые Надо же, чтобы на кухне Что-то происходило А не так, что жена Пришла домой А погремела кастрюлями И ушла с кухни Муж приходит А ужин где? Зачем ужин? Я же кастрюлями погремел Вот так и мы Думаем, что вот Где-то есть Эти счастливые семьи Которые Счастье из земли Извлекают Нет таких Счастлив тот Кто сам счастье получает А потом делится Причем еще попробуй Поделись Потому что поделиться Очень сложно Потому что вроде бы Дрова привез А их никто не берет Говорят Нет пророков В своем отечестве Мы тебя знаем Ты не можешь быть счастливым Мы тебя помним Поэтому тут еще И попробуй поделись Не так-то просто Целое искусство Мало того, что Счастье надо найти И принести Им еще надо поделиться Потому что не берут Я уверен, что Вы уже пробовали Это делать Не берут Еще и обвиняют На всех грехах Понатащил тут счастье Бог знает откуда Неси назад Не надо нам Твоего счастья Да У нас Своё понимание Счастья Так что вот в этом Скорее всего Некоторая загвоздка То есть Если мы Ставим цель Что-то получить Ничего не получится Мы должны ставить цель Отдать Человек Как мы с вами говорили Рожден для отдачи Поэтому если я ставлю Задачу отдавать Все получится Но если я ставлю Задачу брать Все от меня будут Разбегаться Потому что Никто не хочет Ничего отдавать Все будут разбегаться Все будут говорить Отстань 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 Мы рождаемся С хватательно Сосательным рефлексом Дай 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 И наша задача Научиться отдавать Наши руки Они сжимаются Естественно Заметьте Все руки Они сжимаются Мы должны научиться Отдавать Нужно очень точно Осознать Хотя бы вот это Я отдающий Или берущий Если я отдающий То я буду всегда счастлив Потому что возможности Отдавать Безграничны Но если я берущий Постоянно будут проблемы Постоянно Я буду постоянно Неудовлетворен Потому что Ничего у меня не получится Потому что Я для этого не создан Природа Отдавать А не брать Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова